В Краеведческом музее открылась выставка восковых фигур. 38 экспонатов различной тематической направленности привезли из Санкт-Петербурга. На днях восковые копии знаменитостей смогли увидеть и люберецкие школьники. Визит школьников в Краеведческий музей начался встречей с Дедом Морозом. Ребята прочитали новогоднему волшебнику стихи, а также спели любимые песни. Затем экскурсоводы провели их на второй этаж, где мальчишек и девчонок ожидали не менее известные персонажи и личности. Смотрите, русский царь действительно был высокий, крепкий здоровье. Мундир воссоздан полностью того времени. Ткань какая была, какой цвет показан. Обязательно очень красивый такой воротничок использовался. Кроме известных политиков и звезд шоу-бизнеса, здесь можно увидеть персонажей зарубежных мультиков и сказок, а также популярных фильмов. К слову, эта часть экспозиции больше всего понравилась детям. Ещё мне понравился Джек Воробей, как будто прям настоящий. Они как настоящий, потому что при создании восковых фигур используют контактные линзы. От этого глаза экспонатов кажутся более реалистичными. Стоит отметить, что эта выставка проходит в Краеведческом музее не впервые, но на этот раз она отличилась большим количеством новинок. Привезли в этот раз Петра Первого. То есть это действительно детей очень шокирует. Он достаточно высокий, Ельцин. Привезли, обычно его не привозят. Для детей обновлена выставка какими новыми персонажами. Это Бармалей, Мюнхгаузен прямо на ядре, потом Аватар, Шрек, Гарри Поттер. Выставку восковых фигур традиционно привозят во время школьных каникул, чтобы у детей была возможность посетить её. На этот раз она продлится до 4 февраля. Поэтому увидеть восковые копии любимых кумиров успеет каждый.